На брифинге в полиции сообщили, что роли у преступников были распределены. Они действовали по плану. Но полицейским удалось раскрыть вооружённое разбойное нападение. На помощь пришли записи с камер видеонаблюдения. Была установлена автомашина с российскими номерами, на которой злоумышленники скрылись с места преступления. Полицейские отметили, что в момент задержания налётчики успели вскрыть сейфы и разделить наличность между собой. Но деньги обнаружились в полном объёме. Изобличены были четыре жителя Бурлинского района, у которых при проведении обысковых мероприятий по месту жительства были обнаружены и изъяты похищенные денежные средства. Значит, 4 миллиона трестинга. И два металлических сейфа с документами, принадлежащие данной организации, данному ИП. Журналистов интересовал и ход расследования тройного убийства в селе Янайкино. Полицейские отметили, что подозреваемые ещё не задержаны. Напомним, что ночью, 14 января, в частном доме жестоко расправились с семьёй Запромётовых. После убийства дом подожгли. У нас есть информация, мы отрабатываем полностью со стороны МВД тоже. Все основной состав задействованы на раскрытие преступления, на убийство. Там возбуждено ещё похищение оружия. Почему? Потому что на их зарегистрировано оружие при осмотре, по результатам осмотра проводимых мероприятий, нами не было обнаружено. Также на брифинге предупредили граждан об осторожности. Только с начала года в регионе зарегистрировано 90 фактов мошенничества. Третий из них через интернет. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42.